Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы будем делать простую настойку на изюме из домашнего самогона. Если у вас нет самогона, можете использовать водку или спирт. Я решил сделать классическую настойку, не добавляя посторонних ароматов и вкусов. Только алкоголь и только изюм. Поэтому я взял 1 литр самогона двойной перегонки крепостью 42 градуса. Самогонку берите слабше, не берите крепкие самогоны 50 градусов и выше. Смысла нету, потому что изюм сладкий, отдаст много сахара и будет сильно ударять в голову. Берите 40 градусов, тут даже водка будет идеальна. И изюм. У меня здесь 80 грамм изюма. Я взял белый изюм. В принципе, можно использовать и черный изюм. Сильно результат не изменится. Возможно, будет немного другой вкус, потому что разные сорта изюма, но не принципиально. Я взял белый изюм. 80 грамм повторюсь. Весь рецепт данной настойки заключается в том, что мы добавляем изюм в самогон, даем настояться сроком от 1 месяца. Потом я профильтрую и буду ее сравнивать с другими настойками на сухофруктах. То есть, я параллельно сейчас снимаю 3 настойки. Это на черносливе, на изюме и на кураге. И хочу их сравнить. То есть, какая настойка лучше, ароматнее, вкуснее. То есть, я буду сравнивать 3 настойки. Но это уже совсем в другом видео. Я ссылочку, естественно, оставлю. Ну, а сейчас приготовим таки нашу настойку. Возьмем самогонку. Сильна штука, вот если честно. Обалденная. Пахнет приятными такими продуктами брожения. Слегка навевает. Получится просто великолепно. И добавляем изюм в самогон. Итак, дорогие друзья. Мы добавили изюм в самогон. Есть еще на моем канале вторая настойка. Там я изюм обжариваю. То есть, выделяю, карамелизирую изюм. Получается вот такая вот великолепная настойка. Я также на основе карамелизированного изюма делаю коньяк. Тоже получается очень классно. Советую вам посмотреть. Ну, а здесь простая классическая настойка на изюме. Все, изюм добавлен. Баночка герметично закрыта. Оставляем настаиваться в темном, теплом месте на срок от одного месяца. Регулярно взбалтываем. И потом я буду производить дегустацию. Поэтому смотрите далее. Будет еще интереснее. Ну вот и прошел целый месяц настаивания нашей настойки на изюме. Остало время ее открыть, оценить аромат, профильтровать и продегустировать. Первым делом оценим аромат нашей настойки на изюме. Открываем. И нюхаем. Нет отдельно запаха алкоголя. Нет отдельно запаха изюма. Он смешался во что-то единое. Кстати, я такого запаха еще ни разу не чувствовал. Очень странный запах. Интересно будет. Приступим к фильтрации нашей настойки. Ну и наконец-то можно приступить к дегустации нашего чудесного напитка. Я налил себе 20 грамм улек в бокал и пригублю с вашего позволения. Ваше здоровье! Резюмирую. Знаете, на что похожа настойка? На какое-то такое мускатное вино, я бы сказал. Только намного крепче. В принципе, прошла легенько. Наверное, это связано с тем, что в изюме достаточно много сахара. И он сильно смягчил нашу настойку. Да, несмотря на послевкусие винограда, все-таки чувствуется вот эта вот крепость. В целом, что я могу сказать? Настойка вкусная, готовить ее стоит, всем рекомендую. Ну и в завершение, дорогие друзья, если вам понравился данный рецепт, данное видео, поддержите меня, поставьте лайк под ним и подписывайтесь на канал. Там множество разных вкусных рецептов домашних настоек. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Увидимся.